Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы делаем запись, которая называется «Житие от святых во свете Библии». И сейчас вопрос задан был, как молились святые. И вот по порядку записываем. Пожалуйста, брат. Житие Александра Мученика, 13 мая. Цитата. «Подождите здесь немного, и поможет Бог и на месте всем дать нам воду. Сказав это, святой преклонил колено свои и помолился ко Господу такими словами. Господи Иисусе Христе, изведший некогда в пустыне из камня воду жаждавшему Израилю, призри ныне милостиво нарабатывай его и дай нам на месте всем воду, чтобы мог утолить жажду я и все те, которые находятся со мною. Через сие будет прославлено святое имя Твое». Житие Ванифатия Милостивого, 19 декабря. Мать Ванифатия имела в своем доме кур, которых похищала лисица, причиняя тем убыток бедной вдове. Однажды отрок Ванифати, стоя у своих дверей, увидал, как лисица по обыкновению пришла, похитила птицу и убежала в гору. Сожалея об огорчении матери, он побежал в храм, пал на землю и в молитве жаловался пред Богом на лисицу, говоря, «Господи, неужели благоугодно Тебе, чтобы я не мог питаться от трудов матери? А вот между тем лисица приходит и похищает пищу нашу». После молитвы Ванифатий возвратился домой и увидал ту же самую лисицу, пришедшую к ним на двор и принесшую во рту похищенную птицу. Она пустила ее живою пред Ванифатием, а сама тотчас и сдохла. Так Бог слушает надеющихся на него и в малых вещах, имея у нас великое промышление, чтобы мы, получая от него малое, надеялись получить по возможности и большее. Какая простая молитва. Похищает. Вот об разных неурядицах, какие у нас бывают, а у нас тут летом что-то бывает. Просто помолись и скажи Богу. Да будет воля твоя. Жители Гликерии, 13 мая. Ежедневно собирались в храм, в свой храм. Здесь они усердно молитву и спрашивали от Бога мира и увеличения верующих, так как, когда было немного боящихся Бога, христиан, да и те тяжко бедствовали по случаю гонений. Житие Пафнутия Боровского, 1 мая. Господи всидержителю, испытующий сердца и помышления, ты знаешь все. Если кто пожалеет о мне, воздай ему, Господи, старицую всем веки, а в будущем даруй жизнь вечную. Если же кто порадуется о смерти моей, смерти грешного человека, не постави ему, Господи, всего во грех. Вот этой молитвой я могу молиться. Я знаю, что будут друзья и будут враги. Враги не дождутся, когда я умру. Это я знаю. Они, главное, это священники. Они закажут, может быть, молебны с водосвятием, но не вменяем этого. Говорят, просто так, не поставь им, Господи, этого во грех. Они этого не понимают. И далее. Житие Кирилла, 11 мая. Цитата. Когда приблизилось время принятие упокоения и отойти в иную жизнь, святой Кирилл воздвиг свои руки к Богу и так со слезами молился. Господи, Боже мой, Ты, который составил бесплотные английские силы, распростер небо, основал землю и из небытия в бытие привел все сущее на ней, который всегда и во всем слушает исполняющих Твою волю. Боящихся Тебя и хранящих Твои заповеди. Услышь мою молитву и сохрани верное стадо Твое, пасти, которое Ты поставил меня, грешного и недостойного раба Твоего. Избавь это стадо от всякого безбожия и нечестия и от всякого многоречивого иеретического языка, говорящего на Тебя хулу. Погуби трехязычную ересь и возрасти во множестве свою церковь. Всех соедини в единодушии и всех с отдела единомысленными об истинной Твоей вере и правом исповедании. Вдохни в их сердца слово Твоего учения, ибо это Твой дар. Если Ты сподобил меня недостойного проповедовать Евангелие Христа Твоего, старающегося делать добрые дела и все угодное Тебе, то позволь мне отдать Тебе, как Твое, все то, что Ты мне дал. Устрой их сильную Твою десницю, покрой их покровом Твоим, чтобы всех хвалили и славили имя Отца и Сына Святаго Духа во веки. Аминь. Что ценно в этой молитве трехязычную ересь. Ведь придумали такое, что Библия, то есть Евангелие, можно писать, читать, слушать только на трех языках, какими было написано на кресте Христовом. С чего это вдруг взяли-то? И он называют трехязычной. Мы можем назвать четырехязычной. Сегодня только церковно-славянский. Люди ничего не понимают. И вот какие там делают доказательства, да будет ходить, да как-то будет понимать. Никто не понимает. Я встречался с кандидатами богословских наук. И стали переводить один канон. Одну страницу переводили несколько часов. Одну страницу на троицу. Трехязыковая ересь. Сегодня четырехязыковая. Житие Василия Великого. Первое января. Спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того, чтобы он мог совершать приношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами и чтобы ему для сего была неспослана благодать Святого Духа. Житие Вавилы. Некомедийского. Четвертое сентября. Цитата. Во время своих страданий, когда все тело его обогрелось кровью, Святой Вавилова запил ко Господу. Благодарю тебя, Господи, что ты соделал меня старого и немощного, молодым и крепким, крепче самого царя. Максимиан велел бить его по плечам и по ногам камнями. Житие Калистрата. 27 сентября. Цитата. Прежде чем повеление сие было исполнено, Святой Калистрат молился Богу, говоря, Господи, Вышний, живущий на смиренных презирающий, обрати милостивый отче Твои на сие Твое малое стадо и благоволи омыть его в сих водах, как в купеле возрождения и усыновления. Нашествием Святаго Твоего Духа, дабы они, омывши все скверны ветхого человека, стали издревле Человека стали причастниками наследия тех, которые издревле тебе угодили. Когда же мученики были связаны и брошены в воду, то их узы тотчас распались, и они стояли в воде с лицом светлым, радаясь своему крещению. Житие Константина Императора. 21 мая. Цитата. Христианские чувства Константина, особенно полные и характерно выражены были в его рескрипте, к областным начальникам. Теперь, как он обращается здесь к Богу, молю тебя, великий Боже, будь милостив и благосклонен к восточным Твоим народам, и через меня, Твоего служителя, даруй исцеление всем областным правителям. Под Твоим руководством начал я и окончил дело спасения. Преднося везде Твое знамя, я вел победоносное войско, и куда призывала меня какая-нибудь общественная необходимость, следовал за тем знамением Твоей силы и шел на врагов. Потому Ты предал я Тебе свою, хорошо испытанную в любви и страхе душу, ибо искренне люблю Твое имя и благоговею пред силою, которую явил Ты многими опытами и которую укрепляешь мою веру. Хочу, чтобы народ Твой наслаждался спокойственной безмятежностью, хочу, чтобы подобно верующим приятности мира и тишины вкушали и заблуждающиеся, ибо такое восстановление общения может и Он их вывести на путь истины. Пусть никто не беспокоит другого. Люди здравомыслящие должны знать, что только те будут жить святые чисто, кого Ты сам призовешь почтить под святыми Твоими законами, а отвращающиеся пусть, если угодно им, владеют жребием своего лжеучения. Никто да не вредит другому. Что один узнал и понял, то пусть употребит, если возможно, в пользу ближнего, а когда это невозможно, должен оставить его, ибо иное дело добровольно принять борьбу за бессмертие, а иное быть вынужденным к ней посредством казни. Удаляя совесть от всего противного, воспользуемся все жребием дарованного блага, то есть благом мира. Житие дулы 15 июня Раб Христов, идя на истязание, так молился Господу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, источник всякой милости, Ты некогда сказал через пророка своего Давида, Я Господь Бог Твой, изведший Тебя из земли египетской, открою ста Твои, и Я наполню их. Да и в Евангелии Своем Ты говоришь, когда же будут предавать вас, не заботьтесь как или что сказать, и во в тот час да будет вам что сказать. Итак, пошли Ангела Твоего Святаго, и дай мне слово, когда я буду говорить, дабы представ пред нечестивейшим Максимом, я мог обличить его нечестие. А если мне придется пострадать, я не устрашусь мучений, ибо буду иметь Тебя пред очами своими, и с охотой предам тело свое на истязание. Ведь если я не придам тело своего на сожжение, то каких благ могу сподобиться, какой венец восприиму, и какие тогда я могу показать Тебе, Господу моему, язвы, чтобы Ты, видя их, явил на мне милость Твою, и подал прощение прегрешением моим. Когда Дуло так молился, воины совлекли с него верхнюю одежду, и 12 августа. Цитата. Сказав такие слова дружине своей, святой Андрей, став посреди нее, и подняв руки, и обратив взор свой к небу, начал молиться, говоря, Господи, Господи, великий и всесильный, услышь молитву грешного и недостойного раба Твоего, и всех находящихся со мною, непорочно сохранивших святую веру в Тебя. Прими с миром наши души, покрой их Твоим Владыка, молимся Тебе еще и о тех, которые будут почитать нашу память. Исполняй все, приводящие ко спасению прошения их, и ради молитвы нашей будь им помощником во всех их нуждах. А на месте семь, где будет пролита за Тебя наша смиренная кровь, пусть будет источник, подающий исцеление и прогоняющий нечистых духов. Всех же тех, кто будет приходить сюда, сохраняя всяких бедствий и подавая им душевное и телесное здравие, чтобы на месте всем прославлялось Пресвятое Твое имя, Отца и Сына и Святого Духа. В то время, как Святой Андрей и бывшие с ним молились так Богу, их настиг Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и засветав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но подражая Господу своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули выезд свои под мечи и воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили. И пролилась кровь святых, как вода, ручьем текущая из этого места. Господа своего. Жития Александра Невского, 30 августа. Цитата. С пламенную слезную молитвою о помощи обратился благоверный князь к Господу, прося его рассудить его спор с гордым врагом, не предать достояние свое в руки нечестивых. Боже праведный, великий, привечный и всемогущий, молитвенно взывал благоверный князь Александр. Ты сотворил небо и земли, установил пределы владения народом и повелел жить, не переступая в чужие владения. Малому стаду верных твоих ты дал надежду, чтобы не бояться нападающих на них. Призри ныне прищедрый владыка, услышь гордые слова врага этого похваляющегося, разорить святую церковь твою, истребить веру православную, пролить неповинную кровь христианскую. Рассуди мой спор с ними. Восстань на помощь и защити нас, чтобы не смели сказать враги наши, где их Бог. На Тебя Господь уповаем и Тебе воссылаем славу ныне и пристно и во веки веков. И такие молитвы, которые многому могут нас научить. Вот мы о молитвах закончили. Теперь новый вопрос. В житии были настольные книги для простецов мирян, но сами-то умные в образованном обществе верили ли всему там это мне в университетах, в школах, где я преподавал, видно, задают люди вопросы. Это вопрос в седьмом томе открытым оком. Пожалуйста, ответ. Не верили, весьма подвергали сомнению даже описанные в них чудеса. Это касается не только вольнодумцев, как Пушкин, Толстой, но и синодалов тех, кто издавал эти книги. И если бы от них зависело, они бы по-католически может быть давным-давно бы сократили жития до одной книги, а не раздували бы писательским мифотворчеством их до десятков томов. Были свои большие и малые слепцы по житиям, спецы по житиям. Как их составлять, не имея иногда ничего о том, не имея иногда ничего о том, кого описывают. Стандартные жития иногда просто под копирку. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. Матфея 13.58 Не совершил там многих чудес по неверию их. Существовали методы работы, методы, которыми можно научно обосновать, что жизнь того человека в ту эпоху и не могла по-другому проходить. Если зашел фрам сарацин, а у них запретное изображение, он обязательно должен был выстрелить в икону. Но чуда в этом нет. А вот отскочила стрела и попала в глаз ему, что практически невозможно. Чудо в этом самое главное по закону рикошета. В ту же точку шарь не возвращается, если удар под углом. А уж дальше никак по-другому не может быть, что врачи не помогли. В видении среди тяжких мучений икона священник. И он уже на исповеди и обратился. А дальше и так понятно, что он и другим скажет об исцелении, ибо о болезни знали татары, живущие рядом. И узнав про него, что он теперь христианин, они казнить будут, они казнить будут, а он не сгорает, не тонет, и только от меча умрет, будучи усекнут. Тут всегда одинаково. Как мучить будут? А у каждого народа есть свой арсенал пыточных орудий, и ничего тут нет неприемливого нами. Лично я всему этому верю и принимаю, и молюсь всем до единого, кого церковь прославила. Веду речь только о том, почему никто ни разу не провел ревизию, кто составлял эти жития, был ли он возрожденным от слова Божия, и сравнивал ли, что в житиях прославляется, как на это его прославление смотрит Бог. Иначе сказать, что об этом говорит Библия. Вот под этим углом, под этим светильником рассмотрим темные места житий. Это я говорю, это мой ответ такой. И вот сейчас мы начинаем говорить, как эти, которые составляли жития, признавали, не признавали. Что берем? Я даю именно материалы, которые признаны настольной книги. Настольная книга священнослужителя Москва, 1978 год, том 2, страница 6, протоиерей Александр Державин, 1962 год, раскрывший методы научной работы святителя Дмитрия Ростовского. Научная работа. Как Дмитрий Ростовский работал, ты не знаешь? Но грамотные люди стали все одно с другим сравнивать, посмотрели, какой метод у него был. Это писательский метод, обладающий определенным талантом. А Дмитрий Ростовский мог ли ручаться за жития? Не за одно, кроме библейских. Не за одно. Страница 8. В начале 20-го столетия при подготовке читьих, миней к изданию на русском языке комиссия, созданная при Святейшем Синоде, обсуждала проблемы текстологии и истории этих церковных памятников. Членами комиссии высказывались противоречивые мнения по поводу описания чудес содержащихся в житиях. Одни предлагали их исключить, ставя под сомнение их достоверность. Другие требовали отредактировать соответствующие места источников применительно к современному сознанию. кто этим занимается переиздает книгу и так или убрать или так подредактировать чтобы приемлемо было. Профессор Московского университета Ключевский в заключительном слове дал объективную оценку высказанным мнением и обосновал точку зрения, которая была принята во внимание. Он указал на два критерия православной агеографии. Во-первых, вера древних христиан была сильнее чем теперь по вере и чудо. Во-вторых, мы погрешим и против исторической правды, если искусственно изменим то, что прошло через века, засвидетельствовано очевидцами страданий мучеников не только христиан, но и язычников нотариев и включено в древнюю христианскую письменность. Видите, какой дом от этого возобладало и так оставили. Еще вопрос. Мне теперь вдруг стало понятно, что такие жития, как про Алексея Божий Человека, они совсем не по Евангелию, а у женщин подобные биографии были. Вот, к примеру, я говорю, как тебя звать-то? Мужчина в годах, ну как, меня звать Владимир Николаевич, а до у тебя есть дети? Дочка недавно замуж вышла, а как зятя звать Алексей? А вообще с кого он назван-то? Алексей, Божий Человек, это я уж знаю, он мне так смеется, знаю, ну как, ну святой, ну ты согласен, что твой Алексей, который с зятем и своей дочкой так же поступил, ну к святой, конечно согласен, я говорю, ты биографию-то прочитай, прочитай, житие, нет, он в день бракосочетания ее оставил, ни слова не сказал и ушел, в окно вылез или кого бросил, родители ждали, что будут наследники, его все любили, родители верующие, чего он бежал-то, непонятно где-то-то, и он ее бросил, она сидела у окна и горевала, и что я услышал в ответ-то? Да ты что? Да ты такой Алексей, это мою дочь бросил? Нашел бы, своими руками задушил бы, да ты же говорил, что святой, я подражать ему должен-то, ты посмотри, что делалось, он принес столько страданий, неописуемых, а дальше уже благоухание, тут уже понятно, что дальше будет после смерти, дальше ангелу, тут все это напишет, никто этого не видел, ничего этого не было, на весь город благоухание, да это вагон развить с ароматами, и тогда не достанет, на весь город-то, чтобы ветром дуло, дует в одну сторону, ну, понятно, ответ. Этот сценарий разыгрывал враг душ не раз, и не в одной географической точке земного шара, если это экранизировать, то слез не хватит, и все это на совести этих чернорисцев, которые вылавливали вот такие души, и губили попутно еще десятки душ, которые брали эти антиевангельские поступки за образец, и подражали им. Реки, моря, горе приносили эти странствующие мертвецы, кого только они не обольстили этими обещаниями Царства Божия, о котором не имели ни малейшего представления. Обратите внимание только на выделенные слова. Это житие занимает много места, но приходится и на это пойти, чтобы хотя так раскрыть слепые очи православных сегодняшних лиходеев, в рясах и без ряс. Они ведь не желают подобного себе. О Боге, о Христе, о Евангелии тут нет даже намека, не говорится. Главное создать мучения, бремена совершенно непосильные и вот такую душу обобрать и загнать ее, изгноить до срока. В полном смысле убийцы и злостные палачи. И кому они это построили? Благодетелю своему, кормильцу своему, верующему. И его страдания тут же перевели на Бога. Это же Он любит наши страдания. Это не мы. Нет. Это все по Божьему смотрению. Бог же говорит, Иеремия 32, 35, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Обольстили девчонку, заставили ее жить всю жизнь во лжи. И дальше доказывают. То, что сказано было, теперь доказательство. Житие святой Ефросинии, 25 сентября. Цитата. Среди искателей руки Ефросинии был один муж, отличавшийся перед всеми своим благородством, саном, богатством и славой. Он упросил Пафнутия, чтобы тот выдал дочь свою за его сына, на что Пафнутий и согласился. Сговорившись, они назначили время бракосочетания. Еще до брака Пафнутий пошел с дочерью в монастырь, где жил вышеупомянутый игумен, коего он почитал как отца и сказал ему, я привел к тебе святой отец дочь мою, ту самую, которую бог даровал мне по твоим молитвам, прошу тебя помолись за нее, ибо я хочу отдать ее в замужество. Игумен благословил Ефросинью и затем начал беседовать с Пафнутием о спасении души. А дочь его поучал целомудрию, смирению, страху Божию и любви к Творцу, а также увещевал ее творить милостыню. Все сии слова глубоко запали в сердце мудрой и благоразумной девицы, имевшей тогда восемнадцать лет от роду. Три дня прожил Пафнутий с дочерью своей в монастырской гостинице. Инок не застал Пафнутия дома. Когда его не было, в это время пришел Инок, а он Пафнутий там жертвовал много-много в монастырь, его все любили, и вот дома не было, в это время они проникают. Что они делают? Что они подстроили ему? Ефросинья, узнав о приходе к ним в дом Чернорисса, позвала его к себе и начала расспрашивать о том, сколько в их обители братья. Он отвечал ей, триста пятьдесят два человека. Тогда она спросила его, если кто-нибудь придет в вашу обитель и захочет жить с вами, примет ли его ваш игумен? На сие Инок отвечал, конечно, с радостью примет, пометуя слова Господни, приходящего ко мне не сгоню вон. То есть приходящего ко Христу, а они понимают в монастырь. Все, что говорится о Боге, все перевели на настоятеля, и вот у его приходящего ко мне, да не к вам он пришел-то, в монастырь. Девица еще предложила ему вопрос, все ли вы вместе поете и одинаково ли поститесь? Да, мы поем все вместе, отречал Инок, а поститься каждый из нас столько, сколько хочет и может. Расспросивший у Чернолиса все о монастырской жизни, девица сказала ему, хотелось бы и мне начать такую жизнь, но я боюсь ослушаться отца своего, ибо он желает выдать меня замуж, увлекаясь богатством суетного сего мира. Чернолисец сказал ей, не желай временного и скоро приходящего союза со смертным, но посвяти себя Христу, он вместе, он вместо всех скоро приходящих и суетных благ дарует тебе Царство Небесное и пребывание с ангелами. Выйди тайно из дома и иди в монастырь, оставив одежды мирские, облекись выноческой одеяния, чтобы тебя не могли узнать. То есть он ее научает. Это тех, которых кормил по фмути, и вот он ему подстроил. Обрадовалась святая Ефросинья, услышав сие слова инока, и спросила его, кто же пострижет меня? Он же отвечал ей, отец твой пойдет в нашу обитель, и останется там три или четыре дня, а ты в то время призови к себе какого-нибудь инока, он с радостью исполнит твое желание и пострижет тебя. В то время, когда они беседовали так друг с другом, пришел по фнути и, увидев чернорисца, спросил его, что побудило тебя прийти к нам, отче? Инок ответил, наступает память основателя нашего монастыря, и игумен просит тебя прийти к нам и принять участие в нашем празднике, за сие получишь благословение от Бога. С радостью согласился по фнути идти вместе с иноком в обитель и взял с собой много в его отсутствие дочь его, святая Ефросинья, позвала к себе одного из верных слуг своих и сказала ему «Иди в монастырь преподобного Феодосия, войди там в церковь и призови ко мне первого инока, которого встретишь». Слуга тот по особому Божию усмотрению встретился с одним иноком, несшим из обители свое рукоделие для продажи. Он попросил инока идти вместе с ним в дом его господина и тот согласился. Ефросинья, увидев почтенного инока, пошла навстречу и поклонилась ему, прося его помолиться за нее. Инок помолился, благословил ее, и они сели. Святая Дева начала говорить ему так «Господин, отец мой, христианин и верный слуга Божий, матери моей нет уже в живых, родитель мой, имеющий большое богатство, желает выдать меня замуж, чтобы не пропали все его сокровища. Я же не хотела бы осквернять себя мирское суетое, но боюсь ослушаться отца моего и потому не знаю, что мне делать. Всю предыдущую ночь я провела без сна, умоляя Бога, чтобы он не спасал мне милость свою. А при наступлении утра захотелось мне позвать к себе одного из отцов подвижников, дабы услышать от него слово назидания и указания, как мне следует поступать. Умоляю тебя, отче, научи меня пути Господнюю, ибо я знаю, что ты мне послан от Бога. Тогда старец начал поучать ее так. Господь говорит во Святом Евангелии, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. То есть он приводит место Писания, а тут говорится и толкование, что тот, кто препятствует, а тут не препятствует, он из монастыря не выходит, с собой дождь берет, все по закону, по Божьему, он ложно пользуется Евангелем, но она неопытная, он ее настраивает. Не знаю я, что тебе сказать больше всего. Если ты можешь вынести борьбу с плотью, то оставь все и беги от мира сего, как Израиль от работ а наследников богатства отца твоего весьма много. Церкви, монастыри, больницы, странноприимные дома, сироты, вдовы, странники, заключенные в темнице и взятые в плен. Отец твой может раздать имение, кому захочет. Сама же ты позаботься о душе своей. На сие девица сказала ему, я надеюсь на Бога и на твои молитвы, отче, ибо думаю при помощи свыше посвятить себя Богу. Не медли с сильным мирением дочь моя, ответил ей старец, ибо кто отлагает совершение богоугодного подвига, тот обыкновенно потом раскаивается в таком замедлении. Время и теперь покается. Святая Фросинья сказала старцу, для того я и попросила тебя, отче, прийти ко мне. Я хотела, чтобы ты исполнил желание сердца моего и, помолившись о мне, благословил и постриг меня. Тогда старец встал, помолился и постриг по Божьему соизволению и фросинью выночество, возложив на нее схему. Присем он сказал ей, Бог, даровавший спасение всем святым своим, да хранит тебя от всякого зла. Теперь все это по Божьему соизволению. Откуда они узнали, что это Божье изволение, ни один человек на земле никогда не узнает. Но так как это идет в монастырь, это уже по Божьему изволению. Вот как решается-то. Я очень много житьями занимался, все книги начитал, они на нашем то отец мой найдет меня там, принудит меня, принудит выйти из обители и вступить в брак. Посему мне лучше отправиться в монастырь мужской, где никто меня не узнает. Решившись исполнить свое намерение, она поздно вечером оделась в мужскую одежду и тайно от всех вышла из дома, взяв с собой только 50 золотых монет и скрылась на ту ночь в некоем месте. По утру же отец ее пришел в город и по особому устроению Божию тотчас пошел в церковь. А Ефросинья удалилась в тот монастырь, где знали ее отца. Подойдя к воротам обители, она постучалась и сказала привратнику «Пойди доложи игумену, что пришел из царского дворца Евнух и стоит у ворот, желая побеседовать с ним». Когда игумен вышел, Ефросинья пала на землю и поклонилась ему. Он поднял ее и помолился по обычаю, после чего они оба сели. Затем он начал спрашивать ее «Почему, чадо, ты пришел ко мне?» Ефросинья отвечала ему «Отче, я служил Евнухом в царском дворе и очень полюбил житие иноческое, но не нашел в городе того, чего искала душа моя. Узнав о подвижнической жизни иноков твоего монастыря, я пришел в сию святую обитель, желая подвизаться с вами». Носи Игумен отвечал «Хорошо ты сделал, чадо, что пришел к нам. Если тебе хочется пожить в нашей обители, то оставайся здесь». Затем он спросил «Как ее зовут?» Ефросинья отвечала, что имя ее Измарагд. «Чадо Измарагд», сказал ей настоятель, «Ты молод, и потому не можешь один жить в келье. Тебе нужно иметь духовного наставника, чтобы он руководил тобой в иноческой жизни, научил бы тебя монастырскому уставу и всем обычаям». На сие траковица ответила «Устрой меня, отче, так, как тебе угодно». В то же время она вынула пятьдесят золотых монет, дала Игумену и сказала «Возьми сие отче, впоследствии и все остальное мое имущество, оставшееся в городе, я пожертвую в монастырь». Игумен призвал одного из иноков по имени Агапит, мужа святой жизни, и поручил ему измарагда со следующими словами «Пусть сей юноша отныне будет твоим духовным сыном и учеником, наставляй же его в добродетелях, чтобы он превзошел и учителя». У нового инока было очень красивое лицо. Когда он приходил в церковь к богослужению, дьявол смущал многих из братьев нечистыми помыслами, уязвляя их сердца красотой нового инока, посему братья сетовала на игумена, говоря, «Для чего ты ввел в обитель такого красивого брата на соблазн немощным инокам?» Услышав сие, игумен призвал к себе измарагда и сказал ему, «Взирая на красоту твою, немощнейшие из братьев соблазняются, посему лучше тебе одному пребывать в келье, подвязаясь в безмолвии и молитве, не приходить и не приходить в церковь». «Твой духовный наставник будет и пищу приносить в свою келью, так, чтобы тебе не нужно было никуда выходить из нее». Ефросиня отвечала, «Как ты повелеваешь, отче, так я и сделаю». Игумен приказал Агапиту приготовить уединенную келью для измарагда. Агапит исполнил волю настоятеля и ввел в ту келью измарагда, который стал проводить там время в молитве, посте и бдение, день и ночь служа Богу в чистоте своего сердца». То, что солгала, по чужим именем пришла, это ни во что ставится. Все абсолютно, она лгала и лгала от начала до конца, всякая ложь от дьявола, всякая ложь. Это монахи ни во что ставят. Почему? Она пришла в монастырь, все грехи заранее уже, ну, ясное дело, что тут? Она заранее уже прощает. Вот тебе индульгенция. Там деньги брали, здесь 50 золотых и то, что она еще все имение обещала отдать. Немедленно разослали по всей Александрии всадников искать Ефросинью. Искали ее по домам, соседей и по дорогам и на берегу моря и на кораблях. Обошли они много женских монастырей, поля, пустыни, горы и пещеры. Везде искали дочь опечаленного отца. Нигде не найдя ее, посланные вернулись со скорбью. И плакали все о ней, как об умершей. Жених рыдал о невесте своей, свекор скорбел о невестке своей, а отец проливал горькие слезы о дочери своей, как некогда Яков об Иосифе, и говорил такие скорбные речи. Увы мне, чадо мое сладкое, увы мне, светочей моих, увы мне, утехо души моей, кто украл сокровище мое, кто иссушил ветвь мою, кто угасил светильник мой, кто отнял у меня надежду мою, кто обесчестил дочь мою, какой волк растерзал агнецу мою, какое место скрыло от меня ее светлое лицо, она послужила бы восстановлением рода моего, была бы жезлом старости моей, утешения в печали моих, пусть не скроет в себе земля тела моего, пока я не узнаю, что случилось с дочерью моею Ефросинию. Вот он говорит, какой волк, вот это и есть апостол Павел, Деяния 20 главе и говорит, лютые волки. Вот его молитвы, он даже не знает, он знал, это волк сделал. И эти волки рыскали, я по житьям покажу, по всему миру, вылавливали, обманывали, затаскивали, обирали, и люди погибали, не находя утешения. Все собравшиеся у Пафнутия друзья и соседи так же сетовали и громко рыдали вместе с ним о неожиданной гибели его дочери, не находя нигде облегчения в своей печали. Пафнутий пришел в монастырь, где дочь его подвязалась в затворе. И упав к ногам игумена сказал, отче, не переставай молить Бога о том, чтобы он услышал мои молитвы, ибо я не знаю, что приключилось с дочерью моею. Похитил ее кто-нибудь, или же она погибла каким-нибудь иным образом? Услышав все слова, честный старец весьма смутился и, собрав себе всю братью, сказал, братья, покажите любовь, помолитесь Господу, чтобы он благоволил открыть нам о судьбе дочери друга и благодетеля нашего Пафнутия. В продолжение целой седмицы иноки постились и молились, но никакого откровениям не последовало, как то бывало при других их прошениях, ибо днем и ночью Эфросиния молилась Богу, чтобы он не открывал о ней никому всей земной жизни и ее молитвы были сильнее молитв всей братьи. Видишь, как объясняется, но она сокрылась там, ее молитва уже сильнее и не слышали, дальше уже это все, кто писал житие, это все его писательский талант. Не получая никакого откровения о Эфросинии, игумен начал утешать Пафнутия такими словами. Чада! Не пренебрегая наказания Господней, бо Господь кого любит, того наказывает. Если без воли Господней ни одна птица не падает на землю, тем более ничего не могло произойти и с твоей дочерью, я думаю, что она избрала благую часть, и посему нам не было о ней откровения от Бога. Если бы она впала в грех, да не будет всего, то Бог не презрел бы столь великий молитвенный труд всей братьи нашей обители и открыл бы нам о ней. Я же имею надежду, что еще всей земной жизни Господь откроет тебе о ней. Пафнутий несколько утешился такими словами и вернулся в свой дом благодаря Бога. Каждый день он прилежно молился Господу и подавал обильную милость у небедным. По прошествии нескольких дней он опять посетил монастырь и просил у братьев молитв. Однажды, встретившись с Игуменом, он поклонился ему и сказал, «Помолись за меня, отче, потому что моя скорбь о дочери все не проходит. Душа моя немало не утешилась. Рано сердце моего все увеличивается и с каждым днем скорбь моя все усиливается». Игумен, видя его великую печаль, всячески утешал его. В одной из своих бесед он вспомнил об Измарагде и сказал, «Есть у нас инок, проводящий очень строгую жизнь. Он пришел к нам из дворца императора Феодосия, и все мы удивляемся его святой жизни. Не хочешь ли побеседовать с ним? Быть может, ты получишь из всей беседы, хотя некоторую отраду, ибо он исполнил святаго духа?» «Да, хочу», отвечал Пафнутий. Тогда Игумен, не зная, что Измарагд дочь Пафнутия, призвал Агапита и сказал ему, «Отведи Пафнутия к Измарагду, чтобы он с ним побеседовал». Агапит и Пафнути вошли в келью Измарагда. Когда Эфросинья увидела отца своего, то узнала его и залилась слезами. А Пафнутий подумал, что она плачет от молитвенного умиления. Узнать же ее он не мог, ибо от сильного воздержания и всеночных молитв цвет лица ее увял, да и сама Эфросинья намеренно покрыла клобуком лицо свое, чтобы ее не могли узнать. Помолившись, оба они сели, и Измарагд начал свою беседу с Пафнутием. Говорил ему о Царстве Небесном, о вечной славе, кое человек может достигнуть через смирение, чистоту, святость, милостыню и любовь. Говорил он ему и о восставлении мира, и о том, что не следует любить детей больше Бога, Творца своего. Указывал на слова апостола, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность. Видя великую скорбь своего отца, Измарагд соболезновал ему и утешал его, говоря, поверь мне, Бог не оставит тебя, ибо если бы дочь твоя находилась на пагубном пути, то Господь открыл бы тебе о ней по молитвам святых отцов, которые о том столь усердно молились. Нет, я твердо уверен, что дочь твоя послушалась благого учителя, говорящего в Евангелии. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Бог может и всей еще жизни показать тебе ее, посему перестань скорбеть. Для чего ты убиваешься печалью? Напротив, за все благодари Бога и не теряй надежды, ибо и я, когда учитель мой, Агапит, возвестил мне о твоем пришествии в обитель и о скорби твоей, прилежно молился Богу, чтобы он дал тебе терпение и мужество, все устроил бы на пользу тебе и дочери твоей и утешил бы тебя. А Измарагд прожил в той обители тридцать восемь лет, проводя богоугодную жизнь. По прошествии сего времени он впал в тяжкую болезнь, после которой и предал Господу свою душу. Еще до представления его Пафнути опять пришел в монастырь на поклонении для посещения братья. После обычной беседы с Угуменом он сказал ему, «Отче, если возможно, позволь мне повидаться с братом Измарагдом, ибо я очень люблю его». Игумен призвал Агапита, поручил ему отвезти Пафнути к Измарагду. Когда Пафнути вошел в келью его и увидел Измарагда лежащим на постели в сильной болезни, то припал к его ложу и стал говорить с горькими слезами, «Увы мне, где сладкие слова твои, где обещание твое о том, что я увижу погибшую дочь мою, вот я не только не вижу ее, но лишаюсь и тебя, моего утешителя. Увы мне, кто теперь утешит старость мою, кому я пойду и кто будет отрадую в печали моей? Я плачу и душевно скорблю о разлуке с тобою вот уже тридцать восемь лет, как я не вижу дочери своей и не получаю ниоткуда вести от нее, да и дорогой мой Измарагд покидает меня». Измарагд, о котором я так сильно радовался, как будто бы я нашел свою погибшую дочь и чего мне теперь ожидать, где найти себе утешение? Остается мне одно, сойти во гроб со своей печалью. Теперь же прошу тебя об одном, останься здесь три дня и не покидай меня. Наконец настал третий день. И Ефросинья, получившая откровение о времени своего отшествия к Господу, призвала к себе отца своего пофнутий и сказала ему «Всемогущий Бог устроил мою судьбу по своей воле и исполнил мое желание. Ныне я достигла конца своих подвигов, прошедший иноческий путь не свою силу, но помощью того, кто сохранил меня среди сетей вражеских. Я не хочу, чтобы ты дольше скорбел о дочери своей. Я, Ефросинья, дочь твоя, ты же отец мой. Я та, которую ты ищешь. Я ради любви к Богу оставила тебя, отца моего, все наследство и временного жениха и пришла сюда, утаив, что я женщина. Теперь прошу тебя, не допускай, чтобы кто-нибудь другой, кроме тебя, омыл тело мое. Еще умоляю тебя, исполни мое обещание, данное мною настоятелю всей обители. Когда я просила его принять меня сюда, то сказала, что у меня большое имущество, которое я намерена пожертвовать всю ее обитель. Посему исполни мое обещание, внеси оставшееся имущество в сей монастырь и помолись о мне. После сих слов Ефросинья предала дух свой Господу. Услышав все сие и увидев, что дочь его умерла, пафнути от страха и великой скорби впал в расслабление и лежал на земле как мертвый. Когда пришел Агапит и увидел, что измараг приставился, а пафнути чуть жив, то облил водой лицо пафнутия, поднял его с земли и спросил его, что с тобою, пафнутий? Он же отвечал ему на сие, оставь меня умереть здесь, ибо я увидел дивное чудо. Затем пафнутий встал с земли и припал к лицу усопшей, плача горько говоря, Увы мне, милое чадо мое, почему ты не открылась мне раньше всего часа? О, как бы желал я умереть с тобою! Горе мне, что ты утаилась от меня, дорогая дочь моя! А отец ее пафнутий возвратился в свой дом, раздал имение свое по церквам и монастырям, нищим и странникам, а оставшуюся значительную часть его, принес в тот монастырь на нужды его и сам постригся в нем. Он испросил для себя келью дочери своей и прожил в ней богоугодно 10 лет. По прошествии сего времени он представился на той же самой рогожке, на которой скончалась и его дочь преподобная Ефросиния. Это только вот одна биография. Сколько здесь скорби, печали, притом ничего божественного здесь не было. Все на обмане построенное. Почему она не могла, как Прискилла и Акилла, замужняя женщина Прискилла, принимала Павла, Юния, там сколько читаем, Мария Магдалина где-то, монашество, свернуло буквально все в Евангелие, по своему пути направило. И вот этим они восхищаются. Теперь как хоронят, и как они узнали монахи, что это была женщина, была рядом, мы не знали, они горько плакали, о чем уж плакали, что хочешь можешь думать. Но это история, может приукрашена в чем-то, но история подобная не одна, притом есть. Когда в женском монастыре они причащались под другим именем, тут даже нельзя найти место, где бы увидеть что-то по Евангелию. Обманули отца, и монахи, те знали его отца, это благодетель, ей смысла не было никакого бежать, совершенно не было. Это только одна биография. И они этим хвалятся, они это пишут. И Дмитрий Тарастовский писал, смотри, как он украсил, как разговаривали, наедине, он умер. Откуда он знал бы Дмитрия-то, что наедине разговаривали? Записи никаких не было, ниоткуда это неизвестно. Так отец, дочь пережил еще на 10 лет. Они ей жизнь-то укоротили на сколько? Она была, да, действительно ревностная, хотела, но она не знала евангельского пути нисколько. И вокруг нее вот эти чернорисы роились буквально. 300 с лишним человек, и они вот этим все занимались, они ходили по миру, как сегодняшние. Считаем, однажды, когда появились еретики, и нужно было там эту Думу тогдашнюю закрыть, ну, пришел такой, как Пахомет, и объявил, монахи, за мной. И представь себе, 11 тысяч вышло с чернорисов, такой диизи выставил. Ну и все, еретики все разбежались, а еще они Майдан устроили, начали громить там свое. Вот и все. Так, на этом пока этот ролик закончим. «Все-все-все-все». Продолжаем.